Здравствуйте! В эфире новости Дагестана. Я Фатима Буталибова и вот главные темы выпуска. Ленингкен за 20 рублей. Жители поселка могут добраться до столицы и обратно на 65 маршруте по выгодному тарифу. Медицина как образ жизни. В Эсбербаше чествовали психиатра, посвятившего полвека своей работе и пациентам. Абдулпатах Амирханов осмотрел школу и детский сад в Онсукольском районе, пострадавший из-за непогоды. От ливневых дождей, прошедших недавно, и шквалистого ветра, Шамиль-Калинские общеобразовательные здания 1987 и 2008 годов постройки, деформировались и покрылись трещинами. Работу детского сада пришлось приостановить. Премьер-министр осмотрел здания обоих объектов, а также планируемые площадки под строительство новых. Отметим, что в апреле этого года в ходе рабочей поездки в Онсукольский район Абдулпатах Амирханов давал поручения профильным министерствам по проработке вопроса строительства новых социальных объектов в районе. Соцобъекты планировалось возвести в течение двух лет, но модульное строительство позволит значительно ускорить сроки. Обязательно сейчас что-то придумаем. Сам строительный процесс, он не быстрый же, правильно? Вот мы сегодня, если начнем, наверное, на 300 и более мест, ну 300 мест в садик строить. Это все как-то взаимосвязано, и проектно-спектная документация. Ну вот коллеги говорят, вроде бы есть проектно-спектная документация. Потом сам процесс строительный, это займет какое-то время, я думаю, года два. Махачкала тоже имеет свои изъяны. Наверное, мы пойдем по пути модульного, который нам позволит не два года строить, но, думаю, за полгода мы сможем. Новый маршрут номер 65 соединил поселок Ленинкен с Махачкалой. Обслуживать его будут автобусы, переданные в безвозмездное пользование руководством Москвы. Официально открыл линию Салман Дадаев. Мэр столицы подчеркнул, что запуск новой маршрутной линии стал возможным благодаря руководителю региона Сергею Меликову. Он взял ситуацию с пассажироперевозками в поселке на личный контроль. Проезд до Ленинкента обойдется пассажирам в 20 рублей. Внутри города тариф 17 рублей. Для сравнения, маршрутные такси установили тариф 30 рублей до Ленинкента и 23 рубля внутри города. Напомним, несколько месяцев назад глава столицы проехался на общественном транспорте между Махачкалой и Ленинкентом, зафиксировал нарушения и определил время на их устранение. Общественный совет поселка Ленинкент пошагово с нами сотрудничал, ввел эту ситуацию периодически, доводил до меня, что, Салман Кадеевич, да, вы проехались, пообещали, несколько дней поприсутствовали эти маршрутки и снова и стало то же самое количество. Члены Ленинкентской общественной организации «Патриоты Родины» назвали появление новых автобусов знаменательным событием для всех жителей поселка. Мы знаем, как вы старались насчет маршрутников. Мы дагестанцы, мы мусульмане, мы видели, как эти маленькие детские маршрутники ехали и друг на друга ездили. Понимаете, там ездили наши сестры, наши жены и мужчины и женщины в одном. И тесно, понимаете, и толкаем друг друга. И не хочется, но вынуждены были. У вас мы рады, что, Салман Кадеевич, у вас есть такое чувство, услышать простых людей. В Махачкале демонтировано ограждение перед банкетным залом «Валос». Забор был признан незаконно возведенным. Отметим, что специальная комиссия в столице рассматривает вопросы сноса незаконных строений. А в судах находится несколько сотен исковых заявлений о демонтаже таких ограждений. 14 из них направлены владельцами банкетных залов. Махачкалинцы, заинтересованные в благоустройстве города, могут также сообщать о незаконных объектах в мэрию. Напомню, что 30 июня в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических правил деятельность банкетного зала «Валос» была приостановлена сотрудниками городского управления торговли, предпринимательства и рекламы. Ситуация напряженная. Минздрав Дагестана продолжает увеличивать количество койко-мест в госпиталях. Растущее количество больных с подозрением на COVID-19 привело к возвращению к работе ряда бывших ковидных стационаров. Оперштаб республики сообщает, что за минувшие сутки коронавирусом заразилось 198 человек, умерло семеро. Пугающая статистика отмечается в июле. Так, за первую половину этого месяца в Дагестане скончались 53 пациента с коронавирусом. Почти столько же за весь июнь – 58 человек. За последнюю неделю в республике был несколько раз обновлен в суточный максимум заболевших. С 8 июля эти цифры от 183 до 198 человек в четверг. 15 июля стабильно перекрывают пиковые цифры первой и второй волны эпидемии в республике. Напомню, что в регионе введен масочный режим и запрещены массовые мероприятия. Врач, посвятивший всю свою жизнь медицине, Наида Бахмудова – психиатр Центральной городской больницы Избирбаша. Уже почти 50 лет она лечит дагестанцев. Этот многолетний труд отметила председатель Республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения Зумруд Бучаева. Подробнее в сюжете Карима Даниева. Психиатрия – это очень тяжелая профессия. Сюда не должны попадать случайные люди. В Центральной больнице Избирбаша накануне прошло профсоюзное собрание. В центре его внимания была Бахмудова Наида – психиатр с полувековым стажем работы, а также по совместительству председатель первичной профсоюзной организации. В 1976 году она закончила интернатуру по неврологии и приехала в Избирбаш, а вернуться в Махачкалу уже не захотела. Профессию врача вообще я выбрала с самого детства. Очень мне эта профессия нравилась. У меня тетя работала врачом, моя мама – педагог, всю жизнь мечтала быть врачом, и она как-то, видимо, мне привила эту любовь. Я даже не подразумевала, что я могу кем-то быть другим, кроме врача. В больнице Избирбаша она легко заслужила доверие коллег, и уже спустя время ее избрали председателем профсоюза. На протяжении 20 лет она добросовестно выполняла обязанности первичного профсоюзного лидера. В самый сложный период во время пандемии Наида Бахмудова занималась вопросами компенсационных и страховых выплат своим коллегам. Конечно, по роду профессии к ней обращались и за моральной поддержкой. Моя профессия – психиатр. Это означает контакт с людьми. И коммуникабельно я всегда старалась быть. Как с больными привыкла, так и здесь в профсоюзной работе. Всех могла выслушать, дать совет. И ко мне всегда обращались. Я не хвалюсь, но ко мне по любому вопросу, даже по семейным своим... Вот как приходят к священнику, самый последний человек, которому они что-то хотят рассказать, вот мне рассказывали в коллективе. И я старалась помочь, дать совет. Коллеги высоко оценили работу Наиды Джанаевны. На отчетно-выборном собрании звучали слова признательности. Этот многолетний труд отметила председатель Республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Зумруд Бучаева. Я вас благодарю за ваш труд. Спасибо большое. Я вам очень признательна. Мне очень приятно, что такие люди работают с нами. Я желаю вам здоровья. Также председатель Рескома профсоюза Зумруд Бучаева рассказала медработникам о роли профсоюза, о социальном партнерстве и о социальных программах, реализуемых сегодня. Многие из нас, идя на это собрание, мы шли как на рядовое собрание. Обязаловка. Многие самоотверженные медицинские работники, средний, младший персонал, да и мы врачи. Мы настолько устали, мы нуждаемся в санаторном лечении. Я вам благодарна, что вы озвучили те моменты, которые мы не знали. Карим Даниев, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Избирбаш. Самый молодой вуз республики Дагестанский гуманитарный институт вручил дипломы бакалаврам и магистрам. Это уже 13-й выпуск квалифицированных специалистов гуманитарных и теологических наук. Среди выпускников – лингвисты, экономисты, теологи и журналисты. Всего более 100 человек. В торжественном мероприятии приняли участие и выступили с напутственными словами в Рио-министра цифрового развития Дагестана Тамерлан Буганов и заместитель Муфти Адагестана Абдулла Аджамалаев. Это в первую очередь, как и для студентов, для нас, для института очень волнительно, потому что из года в год, выпуская с выпускников, мы развиваемся, двигаемся вперед. И УЗ, который на сегодняшний день 18 лет, это по УЗовским меркам, так скажем, еще младенец, но иметь таких выпускников, так скажем, для нас тоже очень приятно и для нас честь. Без маски вход воспрещен. На цитадель Нарын-Кала теперь можно будет попасть только при наличии средств индивидуальной защиты. В отделах Дербенского музея-заповедника введен строгий масочный режим. Администрация музея призывает горожан и туристов воздержаться от посещения при наличии респираторных симптомов, характерных для ОРВИ, а также просит соблюдать правила социального дистанцирования. 20 июля начнется один из главных праздников для мусульман – Курбан-Байрам, который предполагает массовые сборы верующих в мечетях. Муфтеатр республики обратился к дагестанцам с призывом о соблюдении мер безопасности, связанных с коронавирусной инфекцией. В сложившейся обстановке лучше отказаться от коллективного намаза и посещения кладбищ. Также рекомендовано отмечать праздник дома в кругу семьи. К большому сожалению, ситуация у нас в республике с ковидом с каждым днем ухудшается. Муфтеатр республики Дагестан призывает вас в этот светлый праздник соблюдать все меры предосторожности. В ночь на праздник убедительно просим вас воздержаться от посещения кладбищ. Настоятельно рекомендуем отмечать этот праздник в кругу семьи, не устраивая пышные торжества с приглашением гостей. Праздничный намаз по случаю Курбан-Байрам убедительно просим совершать дома. Для вашего удобства Муфтеатр республики Дагестан подготовит фетфу о порядке совершения праздничного намаза дома в условиях пандемии. Дорогие братья и сестры, чем больше мы будем прислушиваться к требованиям специалистов, тем быстрее мы снизим риск массового распространения коронавирусной инфекции. И к спортивным новостям. Секреты успеха и добрые пожелания. Делегация Минспорта посетила оздоровительный лагерь «Аист», расположенный в поселке Монаскоро в Дахкенском районе. Здесь министр Сажид Сажидов ознакомился с условиями, созданными для детей. В лагере есть все необходимое для досуга. Спортивные площадки, кружки и мастер-классы, тренинги и развивающие программы. Ребята провели для гостей показательные выступления. Общение с именитыми спортсменами, медалистами Олимпийских игр и чемпионатами мира по боксу и борьбе прошло в формате вопрос-ответ. Детишек призвали слушаться воспитателей, проявлять тягу к знаниям и не лениться заниматься спортом для укрепления здоровья. Встреча завершилась с вручением благодарственных грамот. Двое дагестанских рэкбистов получили вызов в сборную России на матч чемпионата Европы. Шамиль Магомедов и Шамиль Давудов готовятся в составе национальной команды к матчу против Португалии. Он пройдет завтра в Нижнем Новгороде. Для играющего на позиции форварда Шамиля Давудова предстоящая игра может стать дебютной за сборную России. Хокер Шамиль Магомедов выступает за национальную команду с 2016 года. И на сегодня это все. Смотрите нас вы можете также на официальном сайте www.netto.ru На этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова